Итак, нас окружают источники света, которые имеют свои особенные спектры излучения. Физики под таким спектром определяют состав далеких звезд. Подобно тому, как мы в отражении компакт-диска увидели неровный спектр люминесцентной лампы, они смотрят на спектры излучения звезд и сравнивают со спектрами различных элементов. Вот таблица, по которой можно понять, что там и как светится. А в более близкой нам действительности все эти знания пригождаются фотографии, видео и компьютерной графике. Если включить днем в комнате свет и сравнить его с уличным, то мы увидим, что обычно уличный свет отдает синеву, а комнатный – желтизну. Теперь мы понимаем, что это разная температура цвета. В лучах заката свет часто становится оранжевым и даже красным. Это объясняется тем, что находясь в зените, солнце пропускает лучи под максимальным углом поверхности Земли, а следовательно и к атмосфере. Атмосфера рассеивает свет с короткой длиной волны, поэтому рассеянный свет – это обычно синий оттенок, а прямой солнечный свет сохраняет длинноволновые составляющие. Вот и получается, что прямой солнечный свет теплее, чем рассеянный свет от неба. На закате солнечные лучи проходят по касательной поверхности Земли и преодолевают значительно большее расстояние в атмосфере. Там рассеивается больше синий и даже зеленый составляющий спектра, оставляя нам красное закатное солнце и окружающее его небо. Красиво? Теперь мы знаем почему. Возьмем фотоаппараты и попробуем сфотографировать. И дома, и на улице днем, и на закате, и ночью в свете уличных фонарей. И получим странные по цвету кадры. Хотя нет, в большинстве случаев получим вполне неплохие кадры. За вас фотокамера поправит настройки, где сможет, но не всегда. Если зафиксировать настройки фотокамеры и попытаться снимать в описанных ситуациях, то мы увидим нарушение баланса белого. Этот термин описывает смещение цветовых составляющих, чтобы объект заведомо белого цвета выглядел белым, вне зависимости от цветовой гаммы источника света. У человеческого зрения есть свойство цветопостоянства. Это значит, что белый лист вам будет казаться белым и на солнечном свете, и под настольной лампой, и под уличным фонарем ночью, и даже на закате. Разумеется, глаз воспринимает все как есть, но мозг обрабатывает изображение, корректируя цветовые составляющие. Примерно тем же приходится заниматься фотоаппаратом, если установлен режим автоматического баланса белого. Отсюда и основные режимы предустановок. Теперь вы понимаете, почему отличаются настройки солнечного дня от облачной погоды. А вот типовые значения температуры цвета для этих установок. Но в серьезной работе цвет требуется более точная настройка, особенно в видео. Ручная настройка баланса белого происходит примерно так же, как я описывал цветопостоянство. Берем белый лист, показываем его камере. Она смещает цвета в кадре таким образом, чтобы лист получил нейтральный оттенок, то есть находился на шкале серого. С фотографией больше свободы маневра. Если снимать не в жатый формат, а в так называемый RAW, то есть возможность безболезненно исправить ошибки настройки баланса белого. Если у человека эту задачу решает мозг, то у фотокамеры ее встроенный процессор. Если же вы откладываете обработку и сжатие фотоснимка, то эту роль под вашим бдительным контролем выполняет уже компьютер. Подытоживая тему температуры цвета и баланса белого, предлагаю взглянуть на иллюстрацию на следующем шаге. Там вы увидите типовые источники света и их цветовые температуры.